Девушки отдыхают До Галкина она была замужем за Филиппом Киркоровым Который был младше ее на 18 лет Это великая женщина и она заслуживает счастья Сегодняшнее счастье певицы в виде Галкина сам Киркоров ей и подарил Лично познакомил тогда еще свою жену Аллу с пародистом Муж или не муж? Муж, да О чем потом, наверное, не раз пожалел, но пришлось мириться Прошлое не зачеркнешь, а будущее мы пишем сами Посмотрите на Аллу, как она выглядит, как она замечательна, в какой потрясающей форме Теперь 100% счастье в их семье, это благодаря детям Именно в браке с Галкиным Пугачева во второй и в третий раз стала мамой У нее родились близнецы, девочка и мальчик Правда, рожала их не сама певица, а суррогатная мама Оно и понятно Ну и что, получилось? Пугачевой на момент рождения Гарри и Лизы было уже 64 года В общем, оригинальная семейка Да нет, возраст вообще не имеет значения Особенно это показал последний выбор во Франции Во Франции, если кто забыл, новый президент Эммануэль Макрон младше своей жены на 24 года Но наши Пугачева с Галкиным в этом смысле его переплюнули Прямо гордость за страну берет Да лишь бы жили и счастливы Все Актер Александр Нестеров и Нона Гришаева Или просто красотка Нона Разница в возрасте 12 лет И что с того, что Саша младше? Зато мужик настоящий Деньги в дом несет И на баб чужих не накидывается Не то, что ее предыдущие Это плохой мужчина Потому что настоящий мужчина так не делает Так и мы о том же Первый брак Ноны с актером Антоном Деровым Был студенческий, этакий пробничек Поэтому закончился быстро Муж был старше Но, по словам Гришаевой, работал мало А тратил много И на точку ноль внимания В итоге ушла Нона Второй муж тоже был старше Этот зарабатывал много Нону боготворил А потом начал боготворить ее подругу А Нона застукала их Самое гармоничное, это когда у мужчины несколько женщин Тогда это самый гармоничный брак Вот и у Гришаевой второй муж так же думал Все кричал У нас брак гражданский Нет штампа, нет обязательств А Нона человек эмоциональный Плачет и волосы на себе с горя рвет А тут коллега по цеху Саша Как начал обхаживать Так начал, что Нона даже не спросила А какой тебе годик? Только потом узнала, что юнец он Но поздно было Истинный мужчина Он мужчина как бы в любом возрасте И мало того Он развивается дальше и дальше С этим возрастом Свадьбу молодые закатили в Праге Ну как закатили Поехали вдвоем Расписались Пофотографировались Отдохнули В общем, им понравилось Александра не смущала Что Нона Гришаева Воспитывает дочь От первого брака Ладно принял Так еще одного сделал А Нона и Рада Чего б не родить От такого мужчины Добрый, отзывчивый А то, что молодой Так не страшно С годами этот недостаток пройдет Я так рада Что наше общество Наконец-то доросло До того, что Женщина может быть Старше мужчины Но не всем везет С молодыми мужьями Вот, к примеру, Марина Голуб И Анатолий Белый Эту пару обсуждали И осуждали с самого начала Заслуженная артистка России Марина Голуб И выпускник театрального училища На 15 лет моложе Я вообще не понимаю Таких браков Если честно Ну а чего не понять Когда женщине под 40 А с личной жизнью беда И тут появляется Красивый парень Голуб и влюбилась Она в этого человека Вложила все Она желаем Она Очень много для него сделала Как минимум С работой помогла До встречи с Мариной Анатолий не снялся Ни в одной роли А после того Как начали жить вместе Заснимали прямо парня Вот это навязывание Далее в московский театр Его взяли на службу Думаете, совпадение? Марина была женщина опытная 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Чай не первый раз замужем А женщина не должна соглашаться сразу Сначала жила с предпринимателем Потом с актером Я прям так Совсем так влюбилась Так безбашенной Дочка у нее почти взрослая была И тут на тебе Анатолий Белый Первое впечатление было Очень, очень простое Очень такое вот прям Как будто мы знакомы Давно, давно, давно Жили долго Больше 10 лет А когда Марине исполнился полтинник Анатолий сделал ей ручкой До свидания, тетя И укатил к молодой Эта жизнь и все возвращается бумерангом На этом человеке есть отпечаток Нельзя поступать так с таким людьми, как Марина Потому что он действительно поступил очень жестоко Очень, очень резко Очень грубо Очень нечестно по отношению к ней Анатолий Белый женился, детей родил А вот Марина страшно переживала расставание Потом встретила порядочного мужчину Да не успела счастьем насладиться Погибла в аварии Лера Кудрявцева старше своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова на 16 лет Идет девушка понарастающей Первый был почти ровесник А вот со второго пошло-поехало Он был моложе на год Следующий Лазарев на 12 лет И вот нате вам Сейчас 16 лет Разница не в ее пользу Бред не бред, но чужая личная жизнь всегда интересна Тем более, когда что-то идет не так Вот, например, Лера на очередном светском мероприятии Одна Возникает резонный вопрос Где молодой муж? Если бы вы видели и знали, как она поменялась После того, когда завязались отношения с Игорем Макаром Это вообще как будто бы подменили Хоть муж и моложе, но главное – живут душа в душу Взаимосвязанная история Он вечно в спорте Она вечно в работе Но я думаю, фитнес-клуб они посещают вместе И вместе навещают Лериного взрослого сына Жана Он, кстати, почти ровесник маминого мужа Так и что? Кому от этого плохо? Поверьте мне, вот прям мне плевать, что такое Абсолютно Старше, старше А, не знаю Главное – найти своего человека И все Певица Лолита Милявская и ее пятый муж Дмитрий Иванов Он моложе на 12 лет Фитнес-тренер, красавец-мужчина Мне кажется, это как-то странно Ничего странного Она привлекательна Он чертовски привлекателен Чего время терять? Каждый брак у меня счастливый Когда проживаешь в студенном футболе Ты понимаешь, каждый брак И каждый мужик офигенный, правда Можно только позавидовать Лолите Впрочем, Дмитрию тоже завидуют Такие же тренеры, как он Работал себе, работал в фитнес-клубе В теннис играл, сквош преподавал Так бы и состарился в бедности до безызвестности Если бы Лолита на него глаз не положила Женщина всегда выбирает такого мужчину Которого она хочет Вот и Лолита выбрала себе спутника И 7 лет уже счастлива с ним в браке Правда, в последнее время Какие-то проблемы у мужа начались По слухам, то ли все, кто его втянули То ли еще какая магия с парнем приключилась Другая бы бросила такого Но Лолита нет Лолита за своего мужа порвет любого Ну и как бы это дорогого стоит Это говорит о том, что вот этот человек Это ее человек Он последний мой вагон Последний мой патрон Мой трон, мой крест, моя награда Фигуристка Мария Бутырская родила третьего ребенка Всех от мужа хоккеиста Вадима Хамитского И разница в возрасте ее не смущает Она старше супруга на 10 лет Ну я думаю по закону То есть по-божескому, как это говорят Чтобы мужчина был старше Пусть меня не обвиняют люди То есть это мое мнение Да кто ж против Просто старшие мужики все сло Ну или почти все Один возлюбленный Марии Скрыл от нее, что женат Другой просто детей не хотел Отношения, да? Детей нет А она о нормальной семье мечтала И все на часы поглядывала А те тикают, годы идут И тут Хамитский на горизонте И собой хорош И намерения серьезные И бог уже с ним, что моложе 10 лет разницы даже 12 лет разницы Думаешь, боже мой, ну это же прямо вот Ну это подростки Вот Я могу сказать, что Я не пробовала заходить в такие отношения То есть для меня это странно Но ни в коем случае Никакого осуждения Или там Какого-то Рукательства на это Мне нет абсолютно А какие тут могут быть осуждения? У Марии все получилось четко Сначала карьера Потом личная жизнь Все свои спортивные медали Она получила еще до знакомства с мужем Я сама была противник того, чтобы Мой Друг даже Не то, что муж А друг был моложе меня Но так вот получилось И получилось Наверное Я бы, наверное Наверняка бы не согласилась С Вадимом общаться Если бы Какие-то вот именно Мужские Именно Качества в нем Отсутствовали Если бы Я не знала, что он такой надежный Большой семье Большая квартира Поэтому Вадим Хамитский До сих пор в деле Точнее В спорте Играет в хоккейном клубе Сочи Между нами тает лед Как от Сочи В отпуск идет И просто Обожает свою жену И деток Поэтому Зарабатывает на их достойное будущее Чтобы все Как у людей Или даже лучше Всем известная КВНщица Светка Актриса Светлана Пермякова Завела себе Юного ухажера А потом И родила от него Дочку При этом Отец ребенка Сам ей почти В сыновья годится Разница Восемнадцать лет В отличие от других Светлана Никогда не говорила Про любовь Так прямо и сказала Выбрала Максима Как отца Своего ребенка Должна получиться Дочка Дочка Ее имя Безумно подходит Света Светлая Такая теплая Поэтому Конечно Любой мужчина И взрослый И молодой Может в нее влюбиться У них Светлана и Максима Считай Служебный роман Сначала Максим Рабочий график Для Светы Составлял О съемках Договаривался И всем Пермякову устраивал Работаем со Светой Восемь лет Уже вместе И за это Все время Я узнал И очень хорошо И в принципе Я являюсь директором Светиным Уже восемь лет В итоге Света Присмотрелась К молодому человеку И сделала ему Предложение Нет Не станьте Моим мужем А давайте Родим ребенка А он взял И согласился Есть такой анекдот Мама говорит сыну Сынок Мы тебя вначале Женим на украинке Он говорит Почему мама Говорит Они так любят Они такие нежные Потом мы тебя Сынок Женим на еврейке Почему мама Потому что она тебя Выглядит в люди Ты станешь личностью Известной Ты будешь Обеспечен И так далее Потом я тебя женю На молдаванке Мама Почему на молдаванке Сынок Они так отпевают Национальный вопрос Не трогаем Но заметим Максим Скрябин И сегодня Директор У Светланы Пермяковой А по совместительству Отец ее дочки Варечки Очень активно Ходит в садик Занимается английским Играет уже в три года Маленькой елочке Которой сидел Кузнечик напененный Я ее научил Очень хорошо знает Английский алфавит Любит английский Какие-то слова Приходят нам на репетиции В ЗАГС счастливые Родители, как видим Не торопятся Отсюда сомнения Скрябин тоже любит Свету Или просто позволяет Себя любить Тут, конечно, сложности В том, что надо Не вылезать из косметологии Из косметологических центров Всегда следить за собой Быть в тонусе И всегда соответствовать Своему мужчине А Света и соответствовала Похудела Похорошела Есть желание, конечно, еще немножечко сбросить Ну, килограмма три Но не больше Вот Максим говорит Больше не надо Больше не надо жить вместе Вот что заявил ей недавно Максим И ведь не обидишься Никаких обещаний он не давал Да и пусть идет Зато дочка осталась Он ребенка любит Навещает В общем, что хотела То и получила Алена Сверидова В свое время тоже попробовала Быть старшей женой Все были в шоке Когда она предъявила Нового избранника Аккурат ровесника Своего сына Украинский манекенщик Дмитрий Мирошниченко Моложе ее На 20 лет Это Дима как-то ко мне Тоже проникся И говорит Лех, такое дело Ты знаешь Вот с Ален А я подумал Что он немножко Ну, перепил Наверное, там Ну, как бы Масштабы тоже Несоотносимые Даже дело не в возрасте Не в этом мезальянсе А просто Ну, вот как Да вот так Африканские страсти Во всем виновата Реалити-шоу «Гарем» Которое вела Алена Сверидова Сейчас Начинается Самое настоящее Романтическое Приключение А среди участников Был красавец Дмитрий Чтобы победить в шоу Надо было парню-участнику Найти себе девушку по душе Вот Дмитрий и нашел Ведущую Селеви, друзья мои Съемки проходили в Кении Пальмы Море Все такое В таких условиях И до романтики недалеко Выглядело это, на мой взгляд Сначала Ну, как курортные романы обычно Ну, они заканчиваются там, где Как есть пословица Все, что происходит в Вегасте Остается в Вегасе Да А у них из Вегаса Перенеслось в Москву У каждой из нас есть какие-то Комплексы и кнопки И есть мужчины, которые На эти кнопки умеют Хорошо нажимать До того момента Пока им это интересно И мы, наверное, конечно Все Извините за сленг Ведемся И Алена повелась Хотя могла бы опыта В прошлых браках Понабраться До Гарема Она дважды сходила замуж Оба раза За взрослых мужчин А тут Ее сердце Освободилось И как на грех На горизонте Нарисовался Красивый молодец Как не влюбиться И плевать Кто что скажет Ей не к лицу И не по летам Кричали все А она в ответ Люблю, не могу Ах ты, бедная Отечка Дмитрий поселился У Алены Аккурат в центре Москвы А здесь, как известно Любовь просыпается С невиданной силой Вскоре родился Сын Гриша Молодой муж пошел В гору Точнее в люди Вслед за Аленой Тусовки Знакомства Фото в журналах Таких у нас В шоу-бизнесе Очень много Пар И они очень пользуются Успехом Вы сами знаете Про кого я говорю Но мне кажется Когда женщина Женщина она всегда Но мне кажется Женщина в руках Старшего Мужчина чувствует себя Маленькой всегда И более такой Милой Хочется и маленькой Себя чувствовать И молодого мужа иметь Вот и выбирай Как хочешь Потому что женщины Когда чуть-чуть Они с возрастом Всегда хотят Рядом чтобы Правда Мужчина тоже так Чтобы молодой Какой-то парень Пацан был Но это суета И заканчивается Очень нехорошо Вот и у Сверидовой Закончилось так же С Дмитрием Они в скором времени Разъехались Зато теперь Обоим Есть что вспоминать Ему Жизнь погемную Ей Его Может и не хотелось бы Другой раз Да просто сынок Страсть Как на папу похож Ну сами посмотрите За этой голливудской парой Следил весь мир Она красавица Он тоже глаз не оторвать И плюс ко всему Моложе Деми Мур На 15 лет Ну тут видите Не очень хороший исход А исход таков Поматросил И бросил Просто начал изменять С молоденькими А потом закрутил роман С актрисой Милой Кунис Деми все узнала И отпустила мужа Да-да Прямо так и сказала Катись к своей милой Кунис Не было искренности В этой паре То есть Эштон Такой молодой красавчик Который решил Сделать себе карьеру Хотя он уже был Немного популярен Когда они сошлись с Деми Но все-таки Деми это такой Мастодонт Голливудский Вот и живет теперь Катчер Скунис Детей рожает С молодой женой На зло своей старой Кстати Брюс Уиллис Бывший муж Деми Тоже рожает Со своей молодой женой Одна Деми Мур Не удел Остается только Делать хорошее лицо При плохой игре И ей это удается Всем бы так выглядеть В 55 лет Когда Хью Джекман И Дебора Ли Ферна Заявились в ЗАГС Даже у них там На Диком Западе Удивились Она старше мужа На 13 лет В карьере Помочь особо не может Что их связывает Он начинающий актер А она Тоже снимается в кино Но жениться-то зачем Хью Джекман Такой прекрасный Брутал Брутальный мужчина Мечта всех женщин Мне кажется Вот Наверное Его было сложно Зацепить красотой Красоток много И видимо Никто его не зацепил А женщина На 13 лет Его старше Видимо Она его чем-то взяла Может быть Мудростью Опытом Энергетикой Они женаты Больше 20 лет За это время Хью Джекман Стал мега Популярным актером В отличии от жены Которая так и осталась Малоизвестной актрисой Но он-то Не бросил свою любимую Как качер И не побежал По молоденьким Он ее любит Он не изменяет Он предан ей Не дозволяет ей Сомневаться В его любви И так далее Это удивительная Красивая пара Я их видел Случайно на Оскара И вот они смотрятся Очень гармонично Своих детей Родить не получилось Усыновили чужих Она открыла Продюсерскую компанию Он делает Актерскую карьеру Выглядит Хью Молодцом Значит Все у него хорошо И на личном фронте Тоже Это же вопрос Не того Что Как же так Как ты молодой А какая-то Морщинистая Женщина Не в этом же Смысл общения И Какого-то там Проникновения В друг друга Поэтому я к этому Я это понимаю Так что Возраст любви Не помеха Если действительно Есть любовь I love you Thank you so much 10 самых Новые рейтинги В наших новых программах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова